Здравствуйте! Это программа подробностей, подробно о главных событиях в жизни нашего города. Безусловно, одним из главных событий последних дней стало появление в Рязани сразу двух пешеходных зон. Улица Почтовая наконец-то стала пешеходной, и таким же пешеходным стал Лыбецкий бульвар. В нашей студии сегодня Валерий Бипко, начальник городского управления благоустройства и дорожного хозяйства. Здравствуйте, Валерий Викторович! Добрый день, Евгений! Что все-таки побудило городские власти пойти, ну скажем так, на крайние меры? Установить ограждение, запрещающее, ну не то что запрещающее, а фактическое препятствующее въезду автомобильного транспорта, как на Подбелку, улицу Почтовую, так и на Лыбецкий бульвар? Ну, нельзя сказать, что это меры какие-то радикальные. Это обыкновенная мера для того, чтобы жители города Рязани более комфортно могли себя чувствовать в городе. Потому что город – это не только среда обитания автомобилей, но и в первую очередь это среда обитания пешеходов. И необходимо делать теми силами и средствами, которые у нас есть, те именно области, сферы жизни людей, которые будут им давать спокойно отдыхать, спокойно переключаться именно от этого ритма городского в тех местах, которые для этого и предназначены. Ну, традиционно можно сказать, что улица Почтовая была пешеходной зоной. Просто в связи с тем, что у нас выросло благосостояние жителей, как города Рязани, так и вообще России в целом, появилось очень много собственных автомобилей. И поэтому люди, не зная, куда, где нормально припарковаться, уже начинают заходить на те традиционные сферы, где отданы пешеходам. Вот улица Почтовая, в частности, масса запрещающих знаков стояла, кирпичи там, да? Но, тем не менее, все равно автомобили проезжали туда и парковались на пешеходной зоне фактически, где движение автомобиля вообще исключено. Знаешь, что пытались с этим бороться, не получалось, да? Ну, пытались с этим бороться неоднократно и устанавливали более-менее такие эстетичные виды ограждений, как цветочные вазоны. Но людей было не остановить ни вазонами, ни препятствиями, ни знаками дорожными, которые предписывают у нас правила дорожного движения. Поэтому пришлось идти вот именно на такие меры, которые, может быть, с одной стороны, непопулярные, но которые, на самом деле, эффективные получились. Оградили мы улицу Почтовую как со стороны памятника Ленина, так со стороны и улицы Мюнстерской. Мы отбили проход именно со стороны улицы Ленина и будем дальше, так сказать, забирать эту улицу, для того, чтобы это была зона пешеходная. Ну, кстати, сейчас есть много вопросов по поводу того, что вот все-таки не до конца Почтовая получилась пешеходная, что вот возле областной думы стоят машины. Нет ли вообще плана все-таки сделать ее пешеходной вплоть до пересечения с улицы Ленина? В плане есть. Будем делать. В ближайшее время ее возьмем до почтамта. И в дальнейшем эта улица будет полностью предназначена для движения пешеходов. Ну, интересно, с Почтовой получилось. В начале января ограждение установили, а потом оно вдруг куда-то пропало. Что случилось? Ну, наверное, владельцы или пользователи, не буду говорить, наверное, каких-то, но, можно сказать, юридических лиц, предпринимателей, которые ведут свою деятельность, им стало неудобно в связи с тем, что машина не сможет подъехать непосредственно под место разгрузки. Вот. Поэтому, ну, нам так кажется, что это было именно собственники тех нежилых помещений, которые находятся на Почтовой для того, чтобы подвозить свои товары для разгрузки. То есть, спилили ограждение. Да. Можно так сказать, что сняли там с одной стороны с основания, с другой стороны просто срезали ограждение. Вот. Но мы обращались в ОВД по городу Рязани, написали именно заявление для того, чтобы установили лиц, виновных в незаконных действиях. И впоследствии, там, в ближайшее время установили новое ограждение. Владимир Викторович, ну, вот если промониторить, скажем так, рязанский сегмент интернета, то, ну, подавляющее большинство граждан позитивно воспринимает то, что улица Почтовая и улица Лыбецкий бульвар стали у нас по-настоящему пешеходные зоны. То есть, ну, наверное, 95 комментариев по этому поводу отличаются, скажем так, поддержкой действий городских властей. Помимо Подбелки и помимо Лыбецкого бульвара, будет ли что-то еще делаться исключительно пешеходной вот такими методами, как ограждение, запрещающее проезд автомобильного транспорта? Да, мы будем делать, ну, по крайней мере, здесь в ближайшее время у нас отработать Лыбецкий бульвар до конца. Так у нас напрашивается именно та зона, которая у нас подходит и прилегает к цирку. Вот мы знаем, что это традиционное тоже место отдыха горожан. И в ближайшее время мы тоже примем те меры, сделаем ограждения, которые будут предотвращать выезд легкового транспорта на зону, которая прилегает у нас к цирку. Также в планах еще у нас обустроить два участка в центре города. Но это мы пока планируем. Сейчас пока не будем открывать свои планы. Наверное, мало ли от того, что надо превратить улицу в пешеходную зону, нужны еще какие-то условия для, скажем так, комфортного, эстетического отдыха для пешеходов создать. Вот в этом направлении какая-то работа ведется? Мы планируем обустроить в дальнейшем велодорожки. У нас идут обсуждения с общественностью. Есть несколько общественных организаций, которые с нами постоянно общаются, с которыми мы разговариваем, смотрим. Были даже выезды у нас совместно по тем традиционным маршрутам, по которым любят передвигаться именно те люди, которые не видят свою жизнь без велосипеда, не представляют возможным. И у нас уже на сегодняшний день размещены торги по проектированию этих велодорожек, которые будут проходить от лесопарка от нашего и по Лыбецкому бульвару переходить плавно в Центральный парк культуры отдыха. Поэтому здесь есть такие предложения. Мы посмотрим, запроектируем. С самого начала, что надо сделать этот проект, потому что на бум делать, думать, как это обустроить, не получается. Поэтому двигаемся цивилизованными шагами, начинаем проектировать эти велодорожки. Что касается Центрального парка культуры и отдыха, глава администрации Рязани Виталий Артемов в интервью нам в этом году говорил, что существуют планы по реконструкции парка и, скажем так, приведение его в действительно такой хороший вид. Планы остаются? Да, планы у нас остаются. У нас в прошлом году была создана муниципальная программа благоустройства парков города. Заложено в эту программу изначально было 28 миллионов. Сейчас пополнилась у нас эта статья. И в общей сумме получается 58 миллионов рублей. Да, которая будет в том числе и на Центральный парк культуры и отдыха. У нас пока Центральный парк культуры и отдыха будет благоустройство первым этапом. Это будем делать, проводить освещение, которое там, в принципе, и так уже на достаточно хорошем уровне. Но сети, которые там находятся в плохом состоянии, их надо будет в любом случае восстанавливать, менять. Вот, восстанавливать, делать, строить новые пешеходные дорожки, обустраивать парк в плане выноса определенных коммуникаций, которые они там есть. И, с одной стороны, если посмотреть, со стороны улицы Братиславской, несколько портит вид. И в этом году вот этот первый этап планируем осуществить полностью. Также у нас заключен договор на проектирование благоустройства Центрального парка. После проектирования этого парка будут уже проводиться работы, именно как вот и по установке планируем, в традиционном месте детскую спортивную площадку. Ну и в первую очередь делать парк со стороны первый этап улицы Братиславской. Потом в течение определенного времени обустроим весь парк. Благодарю вас, Валерий Викторович. Спасибо, что нашли время и приехали к нам в студию. Начальник городского управления благоустройства дорожного хозяйства Валерий Бипко был в программе подробностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова